Всем привет! В этом видео мы поговорим о таком интересном приспособлении, как гимнастический ролик. Он выглядит так, если кто-то не знает. У меня он простой конфигурации, мне его подарили, но он выполняет свою работу на отлично. Что касается плюсов этого ролика много, минусов будет меньше. Если вы еще не приобрели, то обязательно приобретайте. Это приспособление поможет отлично прорабатывать всю мускулатуру в верхней части тела, от пресса до рук. То есть очень хорошая статическая работа, отличная работа на растягивание мышц брюшного пресса. Если вы будете выбирать себе этот гимнастический ролик, то обязательно посмотрите в упаковке, в инструкции, какая максимальная нагрузка возлагается на такой ролик, чтобы у вас ручки не треснули или не отломались, если вы много весите, потому что производителей в данный момент много и конфигурации такого ролика тоже много. Они могут быть стройные, с различными ручками. Что касается упражнений, то упражнений с ним можно выполнять очень много. Самый главный плюс этого гимнастического ролика, что он очень легко помещается в какой-то рюкзак, сумку, не занимает много места. Вы можете его транспортировать. В моем случае я ездил в командировку с таким и занимался очень успешно. Следующим плюсом является большой спектр упражнений, которые выполняются как динамических, так и статических. Выполняется преимущественно брюшной пресс, но косвенно затрагиваются такие мышцы, как трицепс, как работа широчайших, грудные плечи. Как же тут работают? Что касается минусов, минус этого ролика является, когда у человека недостаточно физической подготовки и начинает форсировать тренировку, то он зажимается и начинает выполнять упражнения в неправильном режиме, а именно, когда не хватает силы на выполнение, человек начинает скручивать вот так вот получается спину и таким образом формируется неправильная осанка. Необходимо ровно держать спину, работая на ролике. В нижней фате и верхней, то есть вы должны чувствовать, как вы выполняете это упражнение, чтобы не навредить спине, осанке, то есть чтобы вы выглядели красиво и чтобы этот гимнастический ролик приносил вам максимально пользы. Выполнение упражнений может быть от самого простого к самому сложному. Это выполнение ролика в стойке будет самое сложное, а выполнение с колен будет самое простое. Что касается этого ролика, то очень отлично он себя проявляет в нижней фазе, когда как статика, либо как растяжение пресса можно комбинировать упражнения, например делать скручивание, а потом делать ролик, так как в нижней фазе очень хорошо растягивает пресс. Здесь нет работы пресс, а когда вы растягиваетесь в нижней фазе пресс максимально растянут. Здесь опять отсутствует работа на пресс, то есть это минус этого ролика то, что ваш пресс напрягается только в тот момент, когда вы максимально отдалили от себя ролик и находится в такой позиции. Здесь уже перестает работать пресс, но в нижней точке он отлично вам позволяет его растянуть, что в дальнейшем будет способствовать большим и ровным, красивым, симметричным кубиком пресса. Самое главное преимущество такого ролика то, что у вас кубики будут растянуты, большие, красивые и самое главное симметричные, они не будут отличаться размером друг от друга. Все, что хотел сказать о плюсах и минусах гимнастического ролика, будет подборка видео, где мы будем рассматривать упражнения от простых до самых сложных и самых эффективных, как правильно работать с ним, какие ошибки возникают и сколько надо выполнять повторений, сколько подходов, как комбинировать с другими упражнениями. Так что подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok